МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он считал её не только красивой, но и самой умной, надёжным соратником во всех политических интригах и лучшим бизнес-партнёром. Нас сумела обаять Лазаренко. Но как только он лишился кресла премьера, Тимошенко переметнулась на сторону его злейшего врага. Официально заявляю, что ни я, ни члены моей семьи никаких денежных средств ни на какие счета Лазаренко не переводили. Ему казалось, что самое страшное с ним уже случилось. Его лишили власти и множество кормушек, предала любимая женщина. Он думал, что когда он приедет в США, он будет прекрасно жить здесь, как очень богатый олигарх, но грубо просчитался. Это история о том, как умный и предприимчивый, но при этом жадный и лживый человек загубил свою жизнь в погоне за наживой и лишил своих сограждан надежды на честную власть. Человек, который наворовал просто колоссальное количество денег, это, собственно, символ беспредела 90-х. Его называли на Украине сначала уважительно, хозяин, потом иронично, Павло Красавчик, а после побега в США презрительно Пашка Американец. Павел Лазаренко попал в десятку самых коррумпированных чиновников планеты и кинул незалежную почти на 500 миллионов долларов. Павел Лазаренко сыграл огромную роль для остановления той клановой, коррумпированной, олигархической системы, которая утвердилась и взросла во времена Леонида Кучмы и, так сказать, укрепилась уже при последующих президентах. Павел Иванович Лазаренко родился в селе Карповка Днепропетровской области в 1953 году, доктор экономических наук. Премьер-министр Украины с мая 1996 по июль 1997 года. В 2000 году политику предъявили обвинения в мошенничестве, вымогательстве и отмывании денег. Сборы были нервными и очень быстрыми. Горничная, которой уже сообщили об увольнении и полном расчете, была уверена, что работу в этом роскошном доме она потеряла навсегда. Павел Лазаренко сообщил, что уезжает за границу и, когда вернется, сказать не может. В чемодан он положил паспорта девяти государств. Главная надежда была на панамский. Я его получил в 1994 году. Есть десятки официальных контор в Киеве, которые за совсем небольшие деньги оформляют такой документ. Он дает возможность безвизового проезда по 47 странам мира. В отношении Павла Лазаренко было возбуждено уголовное дело за разворовывание государственного имущества в особо крупных размерах. И Кучма говорил в газете «Факты». Лазаренко фактически сформировал монополию на газ, был близок к этому на рынке хлеба и спирта, активно захватывал недвижимость, заводы, контроль над банками. Думаю, через год-другой он приватизировал бы всю страну. Лазаренко буквально поставили перед фактом либо арест, а то и угроза физического уничтожения. Поэтому Павел Иванович бежал с намя голову. Должность премьер-министра на Украине всегда получали исключительно богатые люди. За каждым новым главой правительства стоял какой-нибудь олигарх или целый отряд толстосумов. Премьер – синоним слова «миллионер». Это некие тайные ордена, которые он носит подкладкой и говорит, смотрите, ты украл 100 миллионов, а я 120. А то приходит, я 150, я вообще ярд потянул. Так что я премьер-министр. Эта должность помогает захватывать бизнесы конкурентов, продавливать нужные свои клики законы, надежным счетом закрывает от нападок фискальных органов. Даже за короткое пребывание на этом посту все премьеры в разы увеличивают свое состояние и уходят в отставку просто сказочно богатыми людьми. Премьер-министр, безусловно, является ключевой фигурой в организованном грабеже украинского государства и украинской экономики. Никаких никогда швейцарских счетов у меня не было, и членов моей семьи не было, и быть не может. Все последователи Павла Лазаренко повторяли заложенный им сценарий. Быстрый взлет наверх, ссора с президентом, отставка и громкое разоблачение в воровстве циклопического масштаба. Лазаренко очень не хотел лишаться своей должности. Он прекрасно понимал, что на должности премьер-министра, во-первых, ему обеспечен иммунитет от уголовного преследования. О его побеге знали только самые близкие люди. Бывшим подчиненным и многочисленным друзьям он ничего не сказал. И только годы спустя выяснится, как Лазаренко смог вылететь из Киева, не засветившись ни на одном из рейсов. Личный самолет ему предоставила Юлия Тимошенко. И это было ее последнее «прости». Больше она ничего для него делать не хотела и ясно дала понять – их дороги разошлись навсегда. Она от него отказалась и предала его буквально в первые же месяцы после крушения его, после отставки с поста премьер-министра. Она немедленно ушла к его врагу, я имею в виду, к Леониду Даниловичу Кучме. Юлия Тимошенко, как и Павел Лазаренко, была родом из Днепропетровска и звездой региона. Хрупкая брюнетка в ранней молодости очень выгодно вышла замуж. Отец супруга был большой партийной шишкой. И еще в 80-е помог молодоженам открыть очень прибыльное дело – видеосалон. А потом Тимошенко занялась торговлей бензином. Она суперяркая женщина, очень сильная. И имеющая огромное и женское, и человеческое обаяние, и огромную энергетику, которую она использует совершенно беспардонно, пытаясь людей затащить за собой, увлечь, повлиять на них. Первое предприятие Тимошенко называлось «Украинский бензин». Она очень четко понимала – самые большие деньги заколачивают на энергоресурсах. Потом к ней навсегда прилипнет кличка «Газовая принцесса». Аппетиты у Тимошенко были огромные, но при этом она не боялась получить пулю в лоб и перла, как танк. На посреднических услугах, по сути, на спекуляции, она заработала свои первые большие деньги и имидж бизнес-вума новой формации. В ней много артистизма. К тому же она чрезвычайно любит власть, а не только деньги. Она сумела обаять Лазаренко под прикрытием. При помощи Лазаренко заработала действительно какие-то совершенно сумасшедшие миллиарды. Павел Лазаренко сначала стал крышей украинского бензина, получая от Юли огромные откаты. А потом они стали делать бизнес вместе, организовав корпорацию «Единые энергетические системы Украины». И через пару лет уже контролировали 25% экономики страны. Все довольно просто. Покупается газ по одной цене. Потом проходит через ряд прокладок. Прокладки были как раз офшорные. Потом уже непосредственно газ сама Украина покупала дороже. Дельта седала в офшорах. Основу тесного экономического сотрудничества между Павлом Ивановичем Лазаренко, Юлией Владимировичем Тимошенко была влюбленность Павла Ивановича в Юлию Владимировну. Юлия Тимошенко потом отточит до совершенства искусства манипулирования мужчинами. И у нее случится немало романов, которые помогут ей в достижении тех или иных финансовых целей. А тогда, в 90-е, Павел Лазаренко был искренне влюблен и не понимал, что его просто используют. Он восхищался Тимошенко как женщиной и считал, что она лучше любого мужчины умеют проворачивать сделки, которые приносят действительно дикие деньги. При этом не понимая истинного отношения к себе, пригретый бизнесвумен. Реально она над ним смеялась тогда, считая его идиотом, дураком. Почему? Потому что он не соображал, что происходит. И над Кучмой она так же смеялась, как на Лазаренко. Она считала их убогими людьми. Юлия Тимошенко стала первым заместителем Лазаренко в организованной им партии «Громада». «Громада» тогда была огромной силой. Лазаренко метил в президенты. Тимошенко всегда подчеркивала, что готова уничтожать их врагов и делать любую грязную работу ради общего дела. Благодаря Юлию Владимировну Тимошенко и ее компании были отмыты огромные средства, которые через пославные фирмы переправлялись в США. Он давал ей зеленую улицу, она зарабатывала миллиарды, и миллионы переходили в распоряжение Лазаренко. Но себя Тимошенко, конечно, тоже не обижала. То, что она очень богатая женщина, известно всей Украине. Причем настолько, что Юлия Владимировна легко могла потратить миллионы на спонсирование «Оранжевой революции», когда очень хотела прийти к власти с Виктором Ющенко. В книге «Казино Москва» американский журналист, внук Збигнева Бжезинского Мэтью Бжезинский, посвятил ей целый раздел под названием «Женщина на 11 миллиардов долларов» и назвал лучшей ученицей Павла Лазаренко. Воспитанница его, ну, конечно, менее талантливая, чем сам Лазаренко, и менее масштабная. Потому что при всем, конечно, как бы, при всей харизме, энергетике, имиджи Юлии Владимировны, она, конечно, всегда была, ну, я ее так называю, мне даже статья была, лучшая актриса второго плана. У Павла Лазаренко, естественно, были жена и дети. Со стороны он был примерный семьянин. Тамара была женщиной скромной, не требовала дорогих подарков или организации для нее какого-нибудь бизнеса. Честно воспитывала детей и убеждала себя, что муж пришел поздно, потому что очень много работы. Была абсолютно не публичной, то есть не выходила за рамки, ну, просто жены. То есть она не возглавляла никакие фонды, попечительские советы, как это сейчас модно. И, ну, практически не светилась на публике. Позже Тамара Лазаренко признается журналистам, что знала о связи мужа с Юлией Тимошенко. Но не рискнула ставить условия мужу и как-то с этим бороться. Как и многие другие, она просто его боялась. Его боялись до дрожи, потому что Павел Иванович мог не только крепким словом приложить, но и приложить и руку. Павел Лазаренко был назначен премьер-министром Украины в мае 1996 года. Мы понесли упытки. Все упытки будут выставлены шахтам. На троне он просидел всего один год, но дел наворотил немало. При нем у страны появилась национальная валюта гривна и Конституция. Но запомнился Лазаренко не этим. Это отец украинской коррупции. Человек, который украл у своего государства по одним подсчетам 200 миллионов долларов, по другим полтора миллиарда. Когда говорят о каких-то 200 миллионах, которые он якобы присвоил и не хочет возвращать Украине, мы должны прекрасно понимать, что 200 миллионов для Павла Ивановича Лазаренко, который полтора года доил тогда еще богатую Украину, это сдача от сигарет. Еще со времен губернаторства в Днепропетровской области, а потом на посту премьера, он не стеснялся брать взятки прямо на рабочем месте, отработав схему откатов, которой представители украинской власти пользуются и сегодня. За любое движение бизнеса забирался определенный процент. Причем они сами, бизнесмены, бежали впереди паровоза, чтобы перечистить этот фонд, фонд Лазаренко, потому что бизнес нужно делать. Кто-то утверждал, что ему заносили 20%, кто-то утверждал, что ему заносили 50%, но это видно, кому как повезло. Будущий миллионер и премьер-министр родился в 1953 году в селе Карповка Днепропетровской области. И в детстве был на волосок от смерти. Его семья жила в убогой времянке, и рядом с люлькой однажды рухнул пудовый шмат глины. Протекла соломенная крыша. Вокруг была ужасающая бедность. Но Паша рос сообразительным и толковым мальчиком. И еще в школе учителя про него говорили «далеко пойдет». Он и пошел. В 26 лет стал председателем колхоза. Человек, который хозяйственник по природе своей. В Украине таких людей называют куркуль. Если такой человек приходит в селе, у него даже петухи поют по его команде. Лазаренко проявил в работе необыкновенную хватку. Провел в село газопровод. Но в 1983 году односельчане написали на него жалобу в райком. Они устали от криков и мата. И заявили, что председатель часто допускает неоправданную грубость, высокомерие и чванство. Безусловно, это был авторитарный руководитель. Человек, который мог работать сутками в режиме нон-стоп. И того же требовать подчиненных. И мог заставить подчиненных работать, как говорится, от забора. Лазаренко вызвали на заседание партийной комиссии. Отчитали. Сказали, что коммунисты себя так не ведут. А вскоре стало известно, что он проворовался. Но обкомовское начальство его прикрыло. Павел Иванович был человеком грубым и жадным. Но, как говорится, эффективным. И очень обаятельным. Высшее руководство его любило. Благодаря перестройке он пошел на партийную должность. И начал быстро делать карьеру. В начале 85-м году пришел в райком обычным инструктором. И уже в 90-м году был председателем обл. исполкома Днепропетровского. По сути, хозяином Днепропетровской области. Днепропетровская область была самой крутой на Украине. И по объему промышленности с ней могла соревноваться только Донецкая область. В руках Лазаренко оказалось 20% всего ВВП Украинской ССР. В конце 80-х контроль Киева уже очень слабый. И Днепропетровская область превратилась в личную вотчину Лазаренко и близкого ему круга предприимчивых граждан. Я думаю, он один из первых, кто понял, что государственные бюджеты, государственные механизмы можно легко использовать в личных целях. В Днепропетровской области было огромное количество мощных предприятий. И красные директора в начале 90-х постоянно конфликтовали с президентом Леонидом Кравчуком, называя его предателем, развалившим вместе с Ельцином Советский Союз. Тогда еще большинство украинцев и бедных, и богатых хотели быть с Россией единым целым. И Кравчук делает, как ему кажется, удачный ход. Назначает в марте 92-го губернатором Днепропетровской области активного и очень эффективного Павла Лазаренко. Несмотря на представленный спецслужбами обильный компромат. Да, мне докладывали, что он связан с криминалом. Докладывали. Но я говорю, да, эти факты конкретные. С кем, кто, как, какие сигналы. Лазаренко взялся за работу Рьяна. Достроил в Днепропетровский метро, мост через Днепр, пустил скоростной трамвай. Высшая власть активным губернаторам была довольна. Область жила лучше, чем другие. Но в 94-м году стало известно, что Лазаренко имеет кучу счетов за границей. И сковал огромное состояние на откатах днепропетровских бизнесменов. Но в коррупции его никто не обвинил. Потому что он был очень нужен человеку, который хотел скинуть с трона Кравчука. Надо сказать одну простую истину. Кучма стал президентом благодаря Павлу Лазаренко. Если бы не деньги Лазаренко, то, я думаю, президентом просто Кучма не стал. Долг платежом красен. И как только Кучма взял верховную власть, он назначил Лазаренко премьером. Ему казалось, что это персонаж пусть и вороватый, но преданный и без амбиций. Что-то вроде ответственного завхоза. Он доверял абсолютно и знал, что кто-кто Лазаренко не подведет, он будет воровать, носить своему хозяину и будет полностью под контролем. И президент Леонид Кучма беспрерывно говорит о том, что страна погрязла в коррупции, на борьбу с которой он собирается бросить все свои силы. Когда он провозглашал свою предвыборную программу на съезде промышленников предприятия, в своем докладе он сказал, что в Украине меньше вагона воруют только с похмелья. Став премьером, Лазаренко тоже заговорил о тотальном воровстве на всех уровнях власти. Уж кто-кто, а он явно был в курсе дела. По оценкам специалистов, не менее 50% национального продукта создается за пределами официальной экономики. Это нужно преодолеть. Первым делом для этого новый премьер поставил на ключевые посты своих земляков. В Киеве ходила даже поговорка. Увидишь Днепропетровца, не забудь пожать ему руку. Завтра он может стать твоим начальником. Все вот эти персонажи, порожденные им, такие вот знаете, как в фильмах ужаса, знаете, такая огромная-огромная такая свиноматка, и от них такие отпочковавшиеся такие детеныши. Это такие плохие украинские традиции. Пришел Кучма Днепропетровский, пришел Ющенко Сумский, И главным партнером в бизнесе и соратником в политических интригах стала землячка Павла Лазаренко, молодая тогда еще брюнетка без косы Юлия Тимошенко, акула бизнеса, с радостью переехавшая в Киев. Это не секрет Полишинеля в Украине, что основу тесного экономического сотрудничества между Павлом Ивановичем Лазаренко и Юлией Владимировичем Тимошенко была влюбленность Павла Ивановича в Юлию Владимировну. В 1994 году после победы Леонида Кучмы на президентских выборах на Украине шутили. Раньше наш президент выглядел хорошо, а страна плохо. Теперь и президент, и страна выглядят одинаково. А вот в случае с Лазаренко страна продолжала выглядеть очень плохо. Зато сам премьер поражал цветущим видом и день ото дня выглядел все лучше и лучше. Над ним поработали визажисты. И когда он появился в высоченный, широченный, в хорошо сшитом костюме, а в очках, в золотой, красивой, богатой оправе, вот тогда впервые люди и заговорили, Паша красавчик. Лазаренко потратил на модификацию внешности просто огромные деньги. Поменял дешевые костюмы на Брионе, сделал операцию, которая избавила его от тика лица. А Кучма, хоть и был президентом, выглядел на его фоне просто ужасно. Рябое вечно красное лицо, жидкие волосы желтого цвета. Павел Иванович совершенно искренне считал, что он должен быть одним и самым главным хозяином. И он совершенно искренне считал, что хозяином в стране он будет лучше, чем Кучма. Говорят, что перед тем, как сбежать в США, Лазаренко ходил прощаться к президенту, и именно тот позволил ему уехать. И, скорее всего, у Кучмы был хитрый расчет. Он знал, что Лазаренко едет по панамскому паспорту, и на одной из границ его обязательно задержат. Знал Кучма и о том, что в Америке на украинского премьера уже собрана пухлая папка компромата. Лазаренко, на мой взгляд, просто дали коридор и прописали билет в один конец. Потому что оставлять в стране его было опасно. Он слишком много знал. Он знал, кто задействован в этих схемах и так далее. То есть оставлять его в стране и начинать какой-то судебный процесс по нему, было на тот момент опасно для власти. Лазаренко всегда с Кучмой щедро делился. Все было сначала просто прекрасно. Но Кучма стал чувствовать, что его премьер ведет себя все наглее и явно метит на его место. Это потом станет классическим конфликтом украинской власти. Плох тот премьер, который не хочет подсидеть президента. Лазаренко был первым. А потом за тот же грех отправили в отставку еще ни одного премьера. Все премьер-министры, начиная от Тимошенко и такого же Януковича, и даже Яценюка, они все себя в конечном итоге видели президентами. В 98-м году Лазаренко первый раз столкнулся с заграничной Фемидой. Были арестованы его тайные счета в Швейцарии. И он был взят там под стражу для пристрастного допроса. Стало известно, что он использовал Швейцарию как перевалочную базу для своих украденных миллионов. Его судили и дали 18 месяцев условно. Кроме этого, один из популярных украинских телеканалов выдал сенсационную новость о том, что у Сергея Михайлова, лидера солнцевской группировки по кличке Михась, при аресте в Швейцарии было изъято удостоверение советника тогдашнего премьер-министра Павла Лазаренко. Кто сейчас защищает Разаренко, он в самом начале тоже защищал Михайлова. Лазаренко провел за решеткой совсем немного. Его отпустили под залог в 3 миллиона долларов, после чего он вернулся на Украину. Но там над ним уже сгущались тучи. Генеральная прокуратура выполняет политическую заявку. Я думаю, что он сделал стратегическую ошибку, приехав в США. Он выбрал не ту страну для спокойной безбедной старости. Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко подмяли под себя всю Украину. В год стране требовалось 15 миллиардов кубометров газа. И эффективная парочка считала, что покупать его все регионы должны только через их структуру. Оборот единых энергосистем в 1996-м превышал 10 миллиардов долларов. И лично Лазаренко получил в виде откатов 200 миллионов долларов, как будет указано в документах американского суда, за протекцию гастрейдеру на украинском рынке. Это был такой первый посредник, первый паразит, который уселся на поставках. Лазаренко и его подруга Юлия Тимошенко разработали очень эффективную систему вывода миллионов долларов в офшоры, которая была тогда для Украины абсолютным ноу-хау. И на долгие годы потом станет главной схемой казнократства в этом государстве. Он очень примитивный. Товар сначала заходит в офшор, после офшора заходит в Украину и обратный ход. В огромной стране с 52 миллионами населения он чувствовался хозяином жизни, потому что много ему было позволено на тот момент. И он это использовал на все 100%. Но с едиными энергосистемами не хотела сотрудничать Донецкая область. Этот регион был вечным конкурентом Днепропетровского. Здесь тоже было много месторождений полезных ископаемых и мощных предприятий. В советское время был в ходу лозунг «Донецк – это уголь, Донецк – это сталь, Донецк – это люди, смотрящие вдаль». Среди смотрящих вдаль было очень много ставших потом широко известными украинских олигархов. И главный герой Донецкой области – Виктор Янукович. Там физически царил такое смутное время, когда людей просто так убивали. И те люди, кто выжил и поднялся в те годы на Донбассе, очевидно, обладали недюжинной силой и стремлением выжить. Как и Лазаренко, Виктор Янукович был провинциальным политиком новой волны. Его тоже когда-то выделил Кучма. За Януковичем стояла мощная донецкая группировка, адский сплав толстосумов и откровенных бандитов. Он был в большом авторитете и умел наводить порядок. Но пока Януковича не назначили губернатором Донецкой области, там царил хаос и настоящий ужас. Шахтерам не платили зарплату, они устраивали забастовки. А Лазаренко считал, что их к этому подстрекают местные власти. Я надеюсь на поддержку шахтеров. И понимаю, что их вывели на забастовку так называемые профсоюзные лидеры. Этим людям дали большие деньги, зеленые купюры. И вы должны знать, что вами сейчас играют. К волнениям простого народа примешивалось откровенное сопротивление донецких предпринимателей, которые не хотели ложиться под единые энергосистемы. Однажды Тимошенко нашла под своим стулом тортик с надписью «Привет от Донецких! В следующий раз будет не тортик!». Лазаренко так заволновался за любимую, что впал в настоящую истерику. Летом 1995 года он отправился в аэропорт Борисполь, собирался опять лететь в мятежный Донецк, унимать бастующих горняков. Бомба была заложена в канализационном люке. Взрывным устройством управляли из стоящего рядом автомобиля. И только по счастливой случайности машина с Лазаренко пошла не по той полосе, и взрыв не произошел прямо под ней. Совершенно обалдевший от испуга Лазаренко был пересажен в другую машину и все-таки уехал в аэропорт. Действительно, это была направленная акция на полное уничтожение главы правительства. Только случайность уберегла тотальных последствий. А газета «Коммерсант» тут же написала. Конфиденциальные источники в кабинете министров Украины склоняются к мысли, что покушение на премьера является следствием обострения противоречий между Донецкой и Днепропетровской административно-предпринимательскими группами. Во главе Днепропетровской стоит сам Павел Лазаренко. Донецкую курирует Евгений Щербань, глава местной обладминистрации. Лазаренко уволил руководителей своей службы безопасности. Возмущению премьера не было предела. Он впервые осознал, что смерть все время рядом. И резко увеличил численность своей охраны. И через 4 месяца в аэропорту Донецка случился теракт, который все сочли ответным ходом Лазаренко. Евгений Щербань был расстрелян вместе с женой. Также была убита стюардесса, тяжело раненый сын Щербаня и 5 членов экипажа. Евгений Щербань возглавляет одной из крупнейших корпораций Иго-Востока Украины, а именно АТОН. Являлся участником целого ряда сделок в сфере углеводородов, в частности газа. И являлся прямым конкурентом единых энергетических систем. Спустя время украинская прокуратура назовет заказчиками убийства Щербаня Юлию Тимошенко и Павла Лазаренко. Расследование будет тянуться 11 лет. Будет названа сумма, которую обещали исполнителю. 3 миллиона долларов. Буду свидетельствовать о том, что слышал показания свидетелей. Это по делу Щербаня, убийства, когда они говорили о таком криминальном авторитете, как Матрос. Очень интересное любительское видео. Павел Лазаренко почтил своим присутствием день рождения криминального авторитета Александра Мильченко, который и был известен по кличке Матрос. Нам нравится, когда все готово. Нам нравится. Конечно. С Матросом Лазаренко сдружился, еще когда управлял колхозом «Заря коммунизма». Лазаренко всегда понимал, что в друзьях должны быть все самые сильные люди. Поэтому и прикормил еще в эпоху застоя самого настоящего бандита. И плотные связи с криминальным миром поддерживал всегда. В 90-е по-другому удержать власть и заработать огромные деньги было невозможно. Лазаренко был с многими криминальными авторитетами связан, более того, наверное, со всеми. Так или иначе, все криминальные авторитеты должны были платить дань, чтобы их не польза не трогала ни СБУ, ни милиция. По словам одного свидетеля, Матросу заказчики не доплатили. Тимошенко и Лазаренко просто перестали в какой-то момент отвечать на его звонки. Но эти показания как-то забылись. И дело Щербани превратилось в глухарь. Во многом, как считают на Украине, благодаря огромным деньгам Лазаренко. На данный момент не доказано, что Лазаренко выступал в роли заказчика. Но по тем и косвенным данным, по тем материалам, которые существуют, вероятность этого, конечно, очень высокая. 2 июля 1997 года Лазаренко был отправлен в отставку с формулировкой «по состоянию здоровья». Он представил справку, что болен тромбофлебитом и должен лечь на полтора месяца в больницу. А накануне депутаты Верховной Рады обвинили его в том, что он пытался незаконно приватизировать госдачу. Загородную обитель Лазаренко оценили в 10 миллионов долларов. Лазаренко был очень умным и хитрым человеком. И прекрасно понимал, что укусы депутатов по поводу дачи – это лишь начало большой войны. Лазаренко не нужен никакой. Будут выдвигаться одно обвинение за другим. Если это не поможет, меня физически уничтожит. Его перестали принимать и слушать украинские шахтеры. При встрече отводили глаза еще недавно верные партнеры. И последним гвоздем в его политический гроб был бойкот со стороны смотрящих за Украиной на Западе. В Украину приехал представник международного войны. Взеев с приездом представителя МВФ Стэнли Фишера страшная болезнь подкосила премьера, которого сильно критиковали Госдепартамент и МВФ за уровень коррупции, превышающий всевозможные границы. Вслед за отставкой премьера Леонид Кучма распорядился вышвырнуть из газового бизнеса, созданную Лазаренко и Юлией Тимошенко корпорацию, единые энергосистемы Украины. До сегодняшнего дня убежден, что из него мог выйти хороший премьер. К сожалению, он в совершенстве умел умножать свой капитал. Моей ошибкой было то, что я не отреагировал на информацию о его поступках. У него же была привычка падать передо мной на колени и кричать «Отец, все сделаю для Украины, жизни не пожалею». Вдруг власть вспомнила, что в его действиях существует коррупция. Начали все процессы, связанные с тем, чтобы раскрыть его всем их нациям. Лазаренко экстренно вылетел в США, но в Нью-Йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди к нему сразу подошла полиция. И его впервые допросили. Главным вопросом было, зачем он прилетел в США. Лазаренко ответил, что хочет просить здесь политического убежища. Президент начал уголовное дело против меня, обвиняя в том, что я имею счета в банке за границей. Он хочет поместить меня в тюрьму, и таким образом я не буду принимать участие в президентских гонках. Он обвиняет меня в том, что я имею счета за границей, и что я потакал коррупцией, пока я был премьер-министром. Ни один из этих фактов не доказан, и я не имею ничего общего с коррупцией. Его жена была уже в Калифорнии, и его дети были в Калифорнии, и учились в американских школах. Он считал, что просто доедет до своего особняка в Калифорнии и будет жить как король. Но Лазаренко не учел одного. Он уже давно на крючке американских спецслужб, и сам по доброй воле прилетел в настоящую ловушку. Любой человек, который пытается вывести свои деньги за границу, должен четко понимать, что США давно уже контролируют движение любых своих долларов в системе банковского оборота. И отмыть деньги очень сложно, очень трудно. Его отправили в тюрьму в Кьюинсе, а потом уже этапировали под Сан-Франциско, где американцы предъявили ему новые обвинения, которых раньше здесь к нему не было. Павел Лазаренко прошел путь от председателя колхоза к креслу премьер-министра. И еще в конце 80-х поставил на процент Днепропетровскую область, а потом и всю Украину. Видный мужчина, красавец, миллиардер, отец украинской коррупции. В общественной памяти, вы знаете, как у женщины запоминается первый мужчина, а так и здесь. Он, поскольку был первым таким публичным и наиболее активным коррупционером, то, естественно, все внимание было надолго сконцентрировано на нем. Но Лазаренко был слишком жадным и перессорился со многими олигархами, толкаясь с ними на рынке энергоресурсов. А главное, нажил себе врага в лице президента. Кучма отправил его в отставку, но Лазаренко сдаваться не собирался и в сентябре 97-го года создал партию «Громада». На следующей неделе на заседании политического совета мы обсудим вопрос о выдвижении своего кандидата на предстоящих президентских выборах. Этого Кучма уже точно терпеть не собирался. В отношении Лазаренко возбудили за казнократство уголовное дело. Бывший премьер в страхе бежал в Америку и там попытался сыграть роль политического иммигранта, которого душит на родине преступный президент. Он заявляет, что вы знаете, какая коррумпированная Украина. Я хотел стать президентом вместо Кучмы, потому что Кучма – это враг Украины, а я для Украины. В этом Лазаренко тоже был первым. И с той поры эту моду возьмут все украинские премьеры. Если их начинали обвинять в воровстве и коррупции, то они сразу делали заявление, что это политическая расправа. Совесть моя чиста – это просто месть президента. Мы работаем каждый час, чтобы земля горела под ногами у президента. И будем работать до тех пор, пока Кучму не выволокут из кабинета. Это Юлия Тимошенко произнесла после освобождения из тюрьмы, в которую ее упек все тот же Кучма. А ведь незадолго до этого они дружили. Юлия Тимошенко сдала тонущего Лазаренко, благодаря которому заработала сотни миллионов долларов. И показала президенту, что готова работать только с ним и на него. Официально заявляю, что ни я, ни члены моей семьи никаких денежных средств, ни на какие счета Лазаренко не переводили. По сути, на рейдерском путем захватила своего патрона, ну, как положено, волчьей стаи, захватила структуры, людей, организаторов и создала свою партию «Батькевщина». Вот так и почила в Бозе партия громада, которую создавала Лазаренко. В отсутствие Лазаренко в его квартире и на даче был произведен обыск, кадры оперативной съемки, иконы, живопись, эксклюзивные золотые изделия. В данном случае мы имеем ситуацию, когда без какого-либо судебного решения проникли в личное владение гражданина Украины, не говоря о том, что этот гражданин Украины является и по сегодняшний день народным депутатом Украины. Павел Иванович, декларируя свой доход в Раде, утверждал, что получает всего 10 тысяч долларов в год. И с той поры откровенная ложь о доходах тоже станет фирменной фишкой верховной власти Украины. Уважаемые друзья, я сдаю это на экспертизу. Это бижутерия, где нет ни одной настоящей жемчужины. Но богатые хоромы Лазаренко выглядят очень скромно по сравнению с тем, что увидели украинцы в феврале 2014 года, когда всех желающих пустили поглазеть на дворец сбежавшего Януковича. За 15 лет аппетиты украинской власти выросли в сотни раз. А тогда, в 90-е, Лазаренко обустроил свое межигорье в Лос-Анджелесе, купив за каких-то 6,5 миллионов долларов дом, который принадлежал знаменитому артисту Эдди Мерфи. Роскошнейший особняк с каскадами бассейнов, с фонтанами. Американское правосудие отлично подготовилось к масштабному судилищу над беглым украинским премьером. Суд длился долго. Приговор 9 лет. Вердикт означает, что президент Украины Кучма дотянул свои мерзкие руки и до нашей судебной системы. Я читал все обвинительные документы по его делу. Там огромное количество фактов, фамилий, мест, названий компаний и финансовых проводок с Украины. Они колоссальное количество материала на него собрали. Американская эфемида так и не смогла толком сосчитать грязные деньги Лазаренко, которые он вывел во множество стран. Остановились на том, что бывший премьер Украины украл и отмыл 200 миллионов долларов. Обвинений хватало на 250 лет заключения. Но на Лазаренко работала целая армия адвокатов. И он отделался штрафом в 10 миллионов долларов и избежал пожизненного срока. Процесс над Павлом Лазаренко превратился в элементарную, в шикарную стиральную машинку по отмыву и перекачке денег Павла Ивановича в американскую казну. Деньги воровал Лазаренко вместе с Тимошенко и при закрытых на это глазах Леонида Кучмы. Но ни бывшая любовь Лазаренко, ни бывший президент Украины наказаны не были. Ни у себя на родине, ни в США, нигде. Сидя в американской тюрьме, Лазаренко жаловался на длинный список болезней и умолял отпустить его под домашний арест, потому что страдал тяжелой формой клаустрофобии. Жизнь в маленькой камере была для него настоящим адом. И был период, когда и Тимошенко сидела в тюрьме, и Лазаренко. То есть два премьера Украины находились один на Украине, другой в Соединенных Штатах Америки за решеткой. У жены Лазаренко Тамары была всего лишь полугодовая виза. Когда она закончилась, женщина вынуждена была оставить в Америке уже подросших детей и вернуться на Украину. И больше ее в США не пустили. А Лазаренко и в тюрьме оставался любвеобильным мужчиной. И закрутил роман с Оксаной Циковой, молодой и красивой особой, которая знала его еще на Украине. На 27 год моложе его. Это соученица его сына. Но они однокурсница. Они познакомились, она была переводчиком. Она как-то умудрилась забеременеть от Лазаренко еще во время его заключения. И все тогда обсуждали, это действительно его ребенок или очередной какой-то хитрый план. В 2012-м Павел Лазаренко вышел на волю. Особняк Эдди Мерфи был конфискован. Но Оксана, пока ждала его из заключения, купила другой хороший дом за полтора миллиона. Павел Иванович за последние 14 лет очень много занимался спортом. Старается держать себя в прекрасной форме. За эти годы были некоторые медицинские вопросы. Но сейчас у него хорошее настроение и отличная физическая форма. При этом потрясающе он заявляет, и она в интервью, что живут, он весь в долгах, как в шелках. Денег у него нет. Должен адвокату 100 тысяч долларов. И самое удивительное, он живет на доходы жизни. Он потерял очень много денег. Американская эфемида попыталась раздеть его, как говорится, до трусов. Но на жизнь все же хватает. У бывшего зэка и влюбленной в него Оксаны появились дети. Они свили уютное гнездо. Все не так уж плохо, учитывая, что Лазаренко уже пожилой и больной человек, который давно мечтает только о покое. Он не работает и очень плохо говорит по-английски. У него нет паспорта, у него нет визы. В настоящее время его не могут не пустить здесь перманентно, не выгнать. Его не могут изъять 250 миллионов долларов, которые якобы он украл на Украине, где-то припрятал от Антигуа до Швейцарии Геннси. В Америке это занимает иногда годы. Лазаренко и его новая супруга заявляют, что очень хотят вернуться на Украину, но боятся, что там на них нападет прокуратура. А украинская тюрьма куда страшнее американской. И очень многое будет зависеть не от нашего желания, а что будет делать украинская Рада. Предавшая Лазаренко Юлия Тимошенко тоже немало времени провела за решеткой, но не сдается. Все пытается быть в большой политике, урвать кусок власти. А Лазаренко признал, что является политическим трупом. И понимает, что больше он ни Юлю, ни других своих партнеров, друзей и врагов никогда не увидит. Он вечный пленник Америки. Все время будет находиться до самой своей смерти под рукой у американской юстиции, для того, чтобы, ну, по крайней мере, до тех пор, пока будет существовать Украина. Для того, чтобы, в общем-то, иметь поводок для любого украинского политика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова